Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном практически еще никому неизвестном среди садоводов и огородников способе подготовки растений к засушливым условиям. Не секрет, что во многих регионах засуха является большой проблемой для растений. Если человек живет постоянно возле своих растений, то это еще как-то решает проблему полива, он может систематически поливать. Но если, как я, например, раз в неделю приезжаю на дачу, то в период сухой, засушливой, жаркий, в течение лета растения могут получить довольно серьезные повреждения. Это же самое касается и растений в теплице. Когда нужно регулировать температуру, регулировать влажность, не всегда это получается сделать своевременно. Растения страдают, у них возникает стресс на фоне недостатка влаги и, как следствие, падает продуктивность растений, падает урожай. А это нам совсем не хочется. Очень интересно, что в конце 2017 года в журнале Nature, это один из самых авторитетных журналов в мире на тему науки, была опубликована статья о том, что уксусная кислота помогает растениям подготовиться к засухе и запускает в них механизмы устойчивости к засухе. Там был сделан очень интересный вывод, касающийся того, что может быть найден очень простой способ, как дешево подготовить растения к засухе, снять у них вот этот стресс от недостатка воды и таким образом сохранить деньги, сохранить урожай и остаться с плодами, фруктами, ну все, что мы выращиваем. Мы не стали дожидаться результатов таких более практических исследований, а провели исследование самостоятельно. В качестве теста объекта мы взяли много растений табака, лабораторного табака, который поместили в нормальные условия, в засушливые условия и поливали слабым раствором уксусной кислоты и простой водой, а потом сделали для них засуху. И каково же оказалось наше удивление, что даже небольшие концентрации уксусной кислоты действительно способствовали сохранению растений в условиях засухи в нормальном состоянии. И некоторые из них даже приступили к цветению, что в общем можно было не ожидать в связи с тем, что условия были достаточно стрессовые. Каким же образом надо готовить растения к засухе? Это оказалось очень просто. Необходимо взять 1 литр столового уксуса и разбавить его в 30 литрах воды. Вот этим раствором достаточно поливать растения в период перед засухой. Ну например, если я на выходных поливаю свои растения в теплице и есть риск того, что неделя будет засушливая, влаги будет не хватать, Я уже в этот полив прибавляю столовый уксус 1 литр на 30 литров воды и таким раствором примерно 1 литр на крупное растение томата, перца или баклажана я проливаю и добиваюсь такого эффекта, что растение становится гораздо более устойчивым к засухе. Обратите внимание, что во многих наших выпусках мы используем уксусную кислоту как вещество для модификации других веществ. Это и для приготовления так называемого жидкого кальция, легко растворимой соли, ацетата кальция. Это и для создания самостоятельно из медного купороса ацетата меди, фунгицида гораздо более активного, чем сам медный купорос. И в других случаях мы зачастую прибавляем уксус. Так вот и уксусная кислота, и ацетат ион, то есть остаток уксусной кислоты, который образует соли с различными ионами металла, обладают одинаковым эффектом. В этой связи я рекомендую вам этот способ для того, чтобы подготовить ваше растение к засухе и избежать потери урожая. Надеюсь, что этот способ вам поможет, будет вам полезным. И если это так, если вам понравился этот способ, нажимайте свои лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить наши выпуски. Для обсуждения различных насущных вопросов и для обсуждения проблем идите на портал процветок.ком, ссылка на него находится под этим видео. Там вы найдете очень-очень много интересной информации. Если информацию вам интересно получать в печатном виде, подписывайтесь на журнал «Урожайные сотки». Мы там публикуем очень много интересной информации. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok